В нашей стране рождественские чтения стали знаменательным событием и в жизни церковной, и в жизни государственной. Это благословение Патриарха, и знаменательно, что в эти прекрасные дни праздника, Рождества, Крещения Господня, единение духовное подтверждается во всех обстоятельствах нашей жизни. Второй год собирается конференция, получившая название «Благословенный Север». Святейший Патриарх Московский и вся Руси благословил ее проведение. Второй год будем встречаться с известными отечественными учеными, географами, картографами, экологами, ифтяниками, военными, чья судьба связана неразрывно с русской Арктикой. Русский Север, Российское Заполярье, со времен Иоанна III, соделавшего эти северные земли самых высоких широт, неотъемлемой частью Великой России, в наши дни обрели особый смысл. Это и северный морской путь, это и защита наших рубежей, это и колоссальное богатство, которое таит наша северная земля. В прошлом году конференция прошла с большим успехом, и в этом году, благословением Святейшего, временные рамки расширены. Мы будем встречаться на протяжении двух дней, 26 и 27 января, в штаб-квартире Московской Русского географического общества. Мы вместе с Артуром Николаевичем Челенгаровым, которого я почитаю своим наставникам и учителям, вместе с Александром Ивановичем Бедрицким, специальным представителем президента России по климату, будем проводить эти встречи, слушать интереснейшие и очень важные доклады, которые затрагивают самые разные стороны жизни русского Заполярья, играющего столь важную роль в жизни современной России. Мы ждем и надеемся, что все большее число ученых, исследователей, специалистов, историков будет участниками нашей конференции. Благословенному русскому северу быть!